Всем, кто на меня подписан и давно следит за моим творчеством, известно, как же я люблю тексты. И также наверняка известно, что я пишу тексты для группы Палк. Собственно, это не первый мой подобный опыт. До этого я сам играл в металл-группе и писал типичные метальные тексты в духе там Арии, Алисы, Короля и Шутая и всего такого. По сути, прошел довольно-таки большой путь со своими текстами. И даже имел относительные успехи, как, например, Буцефал, который набрал там несколько лямов просмотров. Как, например, Фит с Моргенштерном, который очень сложно сейчас объяснить. И также, например, Тараканы, которые вы наверняка слышали в ТикТоке. Все это мои тексточки. Не сказать, что я мню себя каким-то особенно гениальным автором или истиной в последней инстанции, но кому-то это интересно слушать, и у самого меня накопилось довольно много мыслей на этот счет. Это вот сейчас я записываю ролик спустя 8 лет. Хотелось бы записать еще там 10, 15 и так далее, но до этого еще дожить надо. А сейчас вот так. Здрасте, вы на канале Сеина. Мне часто прилетают вопросы, почему я сам не исполняю свои тексты. Ну, во-первых, чем черт не шутит. А во-вторых, конкретно сейчас, я думаю, что вот эта вот универсальность, это в первую очередь красивая история. Красивая история про Акселя Роуза, который там, страдая, по своей девушке написал на Вемберейн, сам его исполнил, сам играл на фортепьяно в клипе. Это все очень красиво и прикольно. То же самое там про какого-нибудь Джона Леннона, который пишет Imagine, сам его исполняет. И вот это вот такая цельная история про нанесение своих мыслей. Но ебаный комар. Но в действительности, если у вас там не получается песни петь, не получается рэп читать, или не получается тексты писать, и вот прям не идет, не хочется и так далее, то иногда лучше себя не мучить и лучше просто дать это тому, кто сделает это лучше. Если вы превосходны в написании текстов или наоборот в пении, но при этом можете испортить это своим плохим пением или опять же своими плохими текстами, то лучше этого не делать. Это, по-моему, такая вот простая рациональность, до которой именно не все доходят, из-за недостатка какой-то коммуникации. Потому что творчество это все-таки не рынок услуг, да? Вы не можете написать на авито «продаю тексты» или там «продаю пение». И поэтому до многих это не доходит. Ровно так же мне куча людей постоянно скидывают свои стихи. Который раз повторяю, я их не читаю специально. Ребят, хватит. Их очень много, и все они примерно одинаково никакие. Если вы хотите, чтобы ваше творчество вот это было живо и кому-то интересно, советую вам писать тексты песен. Если вы поэт до мозга костей, конечно же, я не вправе вам что-то запрещать и вообще нахера вы меня слушаете. Но очень хороший, по-моему, совет — это не хоронить свое творчество в долгий ящик и тем более, блядь, ко мне в личку, а реально брать и писать песни. Найти какого-нибудь чувака, очень много певцов без своего репертуара, у вас стопудово есть какой-то знакомый, а может знакомый знакомого, которому это может пригодиться. Не в первый раз-то повторяю, до сих пор актуальная мысль. Но вне зависимости от того, будете вы исполнять свои тексты сами или нет, они от вас все равно отделятся и очень быстро перестанут быть вашими. В каком это смысле? В таком, что в любом случае, ну, то есть если вы пишете кому-то, то это проходит через призму восприятия вот того, кто будет это петь. Если вы исполняете это сами, все равно это проходит через слушательскую призму. Вы не представляете, сколько разных интерпретаций своих текстов, именно таких удивительных, и лично мне вообще непонятных, я видел. Когда выходил вот этот вот релиз «Палк скотобойня», я устраивал конкурс. Кто угодно в интернете мог взять, разобрать тексты с этого релиза и самый более понравившийся мне разбор получил бы косарик. Ничего необычного, просто интересный конкурс для тех, кто любит в тексточках копаться. Так вот, я про каждую песню почти, вот кроме «Замри» с этого релиза получил отзыв, что это про Путина. И про другие тексты со следующих релизов получал то же самое. То есть у людей именно хватается какая-то ассоциация современная, вот то, что они там недавно услышали, недавно узнали, и накладывается на твою песню. И ты ничего с этим не можешь поделать. Они это так восприняли. Ровно так же по-своему читается каждая строчка, по-своему воспринимается каждый отдельный образ, там метафоры, не метафоры. Собственно, отчасти поэтому у многих исполнителей тексты это просто набор абстрактных образов, как там, ну вот про что песня «Выхода нет» сплена. Я это уже упоминал на канале. Но вот она про что конкретно. Да не про что конкретного. В том-то и дело, что когда мы все равно имеем дело с подобным зрительским восприятием, то в принципе не обязательно писать какие-то конкретные вещи, и в этом нет ничего страшного. Главное изначально не ожидать, что вот вы что-то заложили отдельное, да, и оно вот обязательно будет таким образом считано слушателем. И тем более будет привязано к вам. Я думаю, что если бы многие вот слушатели ПАЛК увидели, кто эти тексты на самом деле пишет, у них бы немного что-то шаблон порвался, особенно когда я там пишу от женского лица и все такое. Ровно по этой же причине советую похоронить надежду, что вы будете поняты. Не будете. То есть, безусловно, некоторая часть публики, она выкупит, она вчитается, она вслушается. Но я периодически, опять же, про свои тексты получаю комментарии, типа, «Я инженер, мне 30 лет, у меня, типа, образование, мне половину текста пришлось гуглить, я просто слова не понимаю». Хотя, ну то есть, да, у меня есть местами заум, но не такая, чтобы прям нужно было все прогугливать, весь текст. И особенно забавно в этом смысле читать какие-нибудь баталии в комментах, ну или просто обсуждение того, о чем эта песня. Один доказывает про один смысл, другой доказывает про другой, а я вообще ни то, ни другое в виду не имел и писал совершенно не про это. Опять же, зрительское восприятие, оно вот такое. В принципе, нужно понимать, что мы с первого раза, более того, в первые буквально 20 секунд песни определяем, будем мы это дальше слушать или нет. Особенно вдумчивые могут как бы потом к этому возвращаться или слушать песню целиком, чтобы как бы точно в нее вникнуть, но, как правило, это вот буквально в первый момент, и вы такие, да, нет, вот, либо переключаете, либо оставляете. В принципе, и все. И очевидно, что с первого прослушивания даже самую простую песню до конца выкупить и оценить нельзя. Собственно, на этом построено, мне кажется, переслушивание и переслушивание песен, потому что первый раз пять вы просто в ней разбираетесь, копаетесь, и как бы запоминаете каждый ее фрагмент. И, собственно, в любом случае с первого раза вас точно не поймут, а что будет дальше зависит от задротскости и проницательности конкретного слушателя. Некоторым вообще на текст насрать. Это не значит, что нужно забить на всяческую смысловую нагрузку в тексте. Нужно в первую очередь получать удовольствие от написания, все остальное уже детали. Но именно возлагать на это какие-то надежды и расстраиваться, когда вас не поняли, вот это уж точно не стоит. Все мы, даже самые гениальные, скучные, одинаковые и малосодержащие. У всех есть какой-то лейтмотив, какой-то вот мотивчик, который они не могут оставить. Есть известные примеры, как там Шевчук со своей осенью, БГ со своими около буддистскими вот этими вот шаманскими образами. То же самое у меня, например. Вот, ну не каждая, но большинство песен так или иначе сводится к тому, что либо кто-то где-то заперт, либо кто-то откуда-то куда-то бежит. Вот побег, дорога, все вот это вот. Почему? То это вот стало моим образом и заново и заново производя новые тексты, я пишу вроде бы про разные, но эти мотивы, они в большинстве случаев угадываются. В этом нет ничего страшного, но на повторениях себя надо ловить. Я вот, если найду, то вот сейчас здесь у вас вплывет. Яндекс, его алгоритмы проанализировали песни разных исполнителей на повторение различных слов. И это вот очень наглядно демонстрирует мою мысль. Я думаю, похожим образом работают там группы одного хита, потому что вот он был создан для одной песни, своего какого-то высшего шедевра, и все остальное у него абсолютно такое же. И в этом плане очень рекомендую себя контролировать. И именно вот прям отстреливать, где вы начинаете использовать те же слова, те же метафоры, те же обороты, и пытаться от этого избавляться. Пытаться каждый раз написать кардинально разное не стоит. В любом случае выработка персонал стайла она состоит в поисках. Также в любом случае вы будете ориентироваться на каких-либо своих текстовых кумиров, да, и первое время будете на кого-то очень похожи. После вы будете все больше и больше обретать свои фишки, и позже это кристаллизуется, ваш персональный стайл. это происходит в любом случае через эксперименты, но пытаться вот прям совсем уж каждый раз разное выдавать не стоит, потому что потенциальный слушатель в итоге полюбит за ваш стайл. теперь хочется дать несколько прикладных советов к тому, как тексты писать. Во-первых, про рабочие состояния. Не знаю, как вы писали тексты до этого, но у каждого свои какие-то представления об этом. Кто-то представляет, что вы специально взяли, сели и начали давить из себя мысли, и вот надавили целый тексток, и он у вас получился. Кому-то представляется, что он как я сейчас находится на берегу моря, к нему пришла муза, и он написал текст о своей бывшей любви. Ни один из всех этих стереотипов про написание текстов, например, лично мне не подходит. Все пишут по-разному, кто-то там быстро, кто-то долго, но алгоритм, который я вам рекомендую, это, во-первых, всегда вести заметки, потому что, ну, знаете, это вот состояние поиска в мозгу, допустим, вы там хотели какие-то кроссовки, думали, что ни у кого в городе их нет, а как только вы их купили, вы сразу начали их повсюду замечать. По такому же принципу работает реклама, что вы вот видели этот ролик, а после этого ваше внимание в магазине привлекается к этому товару. Вот так работает наш мозг, что если мы даем импульс, ему что-то кажется важным, то он после этого повсюду ищет то же самое. И, собственно, когда вы работаете над тексточками, у вас постоянно идет какое-то формулирование в голове, какие-то строчки рождаются, какие-то мысли, и вот когда вам какая-то пришла, бросайте все, отодвигайте всех и записывайте ее себе в заметки. Это совершенно не обременительно, может даже круто смотреться из разряда «Так, подожди, подожди меня, мне строчка пришла, мне строчка пришла», и садитесь ее записываете, там можно произвести впечатление на девушку. Главное, чтобы строчка была хорошая. Но вот в этот момент пишите ровно столько, сколько к вам пришло. Если к вам пришло два слова, запишите два слова. Пришло две четверки, запишите две четверки. Главное, чтобы вы именно момент, когда вот к вам что-то вот прилипло, вы это зафиксировали. И после этого вам нужно к этому вернуться. То есть именно сами идеи, сами находочки, они вот туженьем не выдаются. они именно вот должны вас как-то вот забродить, и тогда вы сможете их зафиксировать. А, собственно, когда уже у вас есть какое-то количество заметок, какое-то количество образов, вы можете вот в именно приятный для вас момент, какой-то комфортный, сесть и из этого всего что-то составить. По крайней мере, я так тексты формирую. И опять же, когда вы пишете свою великую поэзию, которая на самом деле никому не нужна, вы можете как угодно выходить за какие угодно рамки, там по-любому ритм коверкать, как бы и в слоги не попадать, в строение не попадать, структуру нарушать, что угодно можно, когда это никому не нужно. Но когда вы пишете для конкретного музыканта, у него есть свои представления о том, как должна звучать песня, как должны звучать куплеты, как должны звучать припевы, и он как раз соблюдает все вот эти вот четверки, ему все это важно. Поэтому с самого начала используйте метроном. И, собственно, даже у меня есть история, связанная с этим, в как раз таки песне «Скотобойня». Оригинальное начало это приземлиться президентский люк, с кожей, и велюр, погодя, опускается трап. И я представлял, что это будет там звучать в тишине, поэтому так написал, но, опять же, у музыкантов свои представления, они используют этот текст как им надо, и это велюр, оно не влезало. Приземлиться президентский люк, с кожей, и погодя, опускается трап. В итоге, в версии, которая на всех площадках, этого слова велюр нет, его отдельно исполняют на концертах, как бы спасибо, пацаны, ценю, но вот это вот самое велюр стало локальным мемом в группе Палк, потому что вот оно не влезло, из-за того, что вот мои какие-то там вот эти вот заебы не совпали с музыкальной реальностью. Поэтому не повторяйте моих ошибок, сразу пишите под метроном. Этот пункт, как и все остальные, как и вообще все на моем канале, абсолютная субъективщина, но почему я считаю это важным? Во-первых, потому что без этого у вас также не будет роста, то есть не критически важны рифмы и не критически важно строение само по себе. без этого всего можно и там условно большая часть народных песен там вот главных, которые там и у костра поют и условно они там всегда в караоке в клубах играют, у них и рифм интересных может не быть, и строение интересного может не быть и так далее и тому подобное. Но, по-моему, раз уж вы с этим работаете, вас должно это волновать. И чисто фонетически круче звучит, когда у вас не кровь, любовь и рифмовка на глаголы, а какая-то запара присутствует. Ровно то же самое, там можно ориентироваться на монеточку, можно ориентироваться на тот же дайте танк. Вы, чем больше в это вникаете, тем больше ловите музыкальности самого текста. Вот, когда начнете в этом плотно задрачиваться, вы начнете прям слышать эту историю, кто вот чувствует эту музыкальность текста, кто подставляет прям вот согласные в одну строчку, чтобы это была не рифма, а сама строчка по себе звучала вот именно ну вот благозвучно. Зачастую в песне это может быть даже важнее вложенного смысла, потому что, опять же, вложенный смысл нужен в первую очередь вам. А вот если оно звучит именно как песня, от этого будет зависеть, ляжет ли это на слух, запомнится, и так далее. Безусловно, там не обязательно каждому быть рифмодрочером, как Оксимирону, и не обязательно каждому там строить тексты с невероятным сторитейлингом, как Нойз МС, те же Дайте Танк и многие другие. Но повышая свой собственный скилл и растя в своем собственном стиле, вы вот как раз дойдете до чего-то невероятного и высокого. А может и нет и вы и так гениальны. Главное попробуйте. Но важнее, чем дрочить, может быть только не передрачивать. Что я имею в виду? Дело в том, что вот можете представить свой творческий путь как одну такую общую линию, да, что у любого исполнителя есть вот его биография. И когда мы смотрим на биографию какого-нибудь музыканта, мы обязательно видим там вот у большинства этап про то, что он был бедный, нахрен никому не нужный, страдал, страдал, писал, писал, и потом его как-нибудь там заметили, узнали, тыры-пыры. И это вот в истории чужого человека смотрится как классная история. Там тот же именем, мне кажется, половину своего образа вот делает именно на вот этом вот противостоянии всему и его тяжком пути. И, во-первых, по-моему, это может очень помочь пережить какой-то трудный этап, потому что когда вы в очередной раз опускаете руки, думаете, что вы бездарные, никому не нужны, и ваш вот творческий путь самый сложный, вспомните, что если вы добьетесь какого-то успеха, все, кто будут смотреть на вас со стороны, будут так же вот скипать этот этап биографии, как будто его и не было, как будто ему все там на блюдечке преподнеслось, и вот так же, как вы думали когда-то, что вот кто-то клевый, а он бездарный, так же кто-то будет думать про вас, что вот он-то, он-то сразу всего добился, а вы нет. Но при чем здесь тексты? При том, что на всем вот этом вот протяжении своего творческого пути вы обладаете разным скиллом, и условно в таком-то году, в таком-то состоянии вы можете написать вот строчки определенного качества, и иногда нужно просто принять, что вам нужно написать херовую строчку, или неинтересную строчку, или что-нибудь еще. Просто вот у вас выдалось несколько классных, и вот дальше, ну вот, ну вот все, что подходит, оно, ну не совпадает с уровнем, но не получается написать еще одну вот такую же пиздатую четверку, как были те. Но лучше написать ее, чем не написать ничего. И это важная история, там в конце еще будет пункт про то, что нужно уметь заканчивать, но нужно просто смириться с тем, что вы сейчас вашего уровня, нельзя жить потом, и поэтому нужно уметь тексты заканчивать. Нет, знаете, что в пизду, у меня этот пункт был последний, вот давайте он прямо сейчас начнется, да-да-да-да! Нужно обязательно заканчивать свои тексты. Безусловно, не все. Если вы там буквально пару строчек выдали, только начали, и уже понимаете, что это дохлый номер, то, конечно, прям вот выжимать из себя это не нужно. Но я вот насквозь вот тебя вижу, который это смотрит, у тебя, скорее всего, дохера наработок. Дохера чего написан припев-куплет, или полтора вот куплета, один припев, или не дописан припев, или что-нибудь другое, и вот куча всего незаконченного лежит. Пока ты не научишься их заканчивать, нихера у тебя не получится. С законченными текстами можно уже что-то делать. Когда он незаконченный, это вообще просто пустота, вообще просто ничего. Вообще, по сути, заканчивать песни — это отдельный скилл, и начинать их умеют чаще, потому что, ну, все вот, кто это видео смотрит, у вас же стопудово, вы с детства такой весь творческий, и так как вы много чего пробовали, вы много раз пробовали начинать. И, как и с любым скиллом, за счет того, что много пробовали, лучше получается. Но для концовки нужно как бы обладать чуть-чуть другими скиллами, там, подальше растянуть мысль, уметь поставить точку и все такое. Без этих скиллов не обойтись, поэтому чем раньше начнете, тем лучше вам будет, и тем больше хорошего и цельного вы сможете выдать. Я в этом ролике много ругался и на поэтов, и на поэзию, но нужно понимать, что я все-таки говорю про людей, которые в поэзии скорее ничего не понимают. Если вы знаете современную поэзию, ваши знания выходят далеко за пределы школьной программы, и вы представляете, что такое именно поэзия сейчас, у вас есть какие-то ориентиры, и вы, исходя из этого, составляете свои работы, то вообще все вышесказанное не про вас совершенно. Я говорю именно про поэзию, которая вдохновлена школой. Какими-то вот такими образами, что вот поэт, какой-то человек, который связан с высшей музой, и это, ну, желание стать поэтом в этом случае, это то же самое, что желание, там, стать милиционером, чтобы меня все уважали. Это не очень осознанный выбор. Я до этого рассказывал, что из-за этого неосознанного выбора у многих просто творчество вечно живет в столе, просто потому, что они вот увидели эту поэзию, и им вот показалось это классным, и в итоге они не знают, куда это дело пихнуть, потому что это никому не надо. То же самое относится к тому, что если вам из поэзии нравилась только школьная программа, у вас в итоге сложится херовый слог. То есть то, что вы будете писать, это будет с точки зрения и слов, и смыслов крайне неактуально, потому что все поэты, которые вам нравятся, они писали клево в своем времени. Если бы и Пушкин, и Маяковский, и Бродский, и кто угодно жили бы сейчас, они бы писали иначе, и писали бы про другое, потому что они именно осознавали очень четко актуальность своих произведений, и читали их именно потому, что они были актуальны. И в серьезной части случаев какой-нибудь условный парень из Сыктывкара, который пишет а-ля Бродский, выглядит примерно так же, как 12-летняя девочка в вечернем платье, и очень ярко накрашенная. Это вот просто именно неуместно, неорганично, и в первую очередь неорганично автору. Поэтому выбирать поэзию стоит именно в случае, когда вы видите все остальные варианты. Моя здесь цель не убить вас поэта, а наоборот показать, что есть еще другие возможности, и на самом деле это может быть не то, что вы хотели. И последний пункт – это не бойтесь браковать и выкидывать. В арсенале любого автора есть всегда огромное количество произведений, которые никуда не вошли, никуда не попали, и, ну, понимаете, остались в столе, в помойке и так далее. Почему? Потому что вы живой человек, и не все ваши работы удачные. Более того, часть ваших работ может не подходить лично вам, может не подходить исполнителю, которому вы пишете, могут они не подходить там конкретному времени. Бывает такое, что лежит какая-то вещь вот несколько лет, и после этого вы допираете, бля, вот что в ней надо изменить, и она меняется до неузнаваемости. То есть именно совсем удалять не стоит, но именно быть готовым отложить что-то в долгий ящик и, ну, просто оставить нужно уметь. Опять же, нужно делать так, чтобы все-таки ваши работы в основном куда-то уходили, были кому-то нужны, потому что если вы работаете в стол, рано или поздно вы разочаруетесь и перестанете. Но также, если вы будете публиковать все, что из вас выходит, и пытаться куда-то это пропихнуть, это скорее называется графоманией. Нет ничего страшного, что какая-то ваша работа слабее остальных. Это, наоборот, значит, что какие-то ваши работы сильнее остальных. Ну и, в принципе, нужно понимать, что вот так вот трястись над каждым своим текстом – это удел тех, кто только начинает писать. Потому что те, кто пишут давно, они пишут давно. Невероятная мысль, да? Но вы постоянно существуете в этом процессе. Я, например, очень долго снимаю видосы, и раньше я вот прям конкретно помнил каждый из них, вот конкретно знал каждую деталь из него. Сейчас для меня это сплошная пелена, потому что я этим занимаюсь постоянно. Я вот стараюсь выпускать видосы каждую неделю, там вот релизы палок выходят, конечно, очень редко, но тем не менее все равно я почти постоянно пишу. И также у меня довольно много текстов, они в итоге никуда не входят. Часть из них, они вот не подходят палк. Часть из них, они не подходят вообще никуда. У меня вот есть отдельная группа текстов, которые вообще нигде не опубликованы, из-за того, насколько они жутко неполиткорректны, и за многие из них у нас в стране можно вообще присесть. Вот, даже до истории с Хованским я довольно серьезно к этой истории относился. И, кстати, вам того же самого советую, но, возможно, там сделаю черный ящик с этими песнями, которые я опубликую после своей смерти, чтобы никто не нес за это ответственность. Ничего страшного в этом нет. Если вы хотите написать какую-то жесть, напишите, когда-нибудь пригодится. Но, опять же, ваш вот любой текст не ваш последний текст. Вы напишите еще больше и еще лучше. Поэтому умейте откладывать, но главное, чтобы не откладывалось все. В конце видоса хочется сказать, почему я не делаю разбор текстов на палк. Потому что это как объяснять собственный анекдот. То есть вот этот видос, это, в принципе, первое, что за, по сути, всю историю существования канала и всю историю меня как сонграйтера я вообще про это выдаю. До этого я только мельком упоминал, потому что, опять же, не хочется смешивать. Если вам интересна история создания песен палк, какие-то еще мои мысли вот по этому поводу, то пишите, собственно, это в комментах. Вообще, в принципе, если вся эта история понравилась, то проявите всяческую активность. Там лайки, репосты, вся фигня, она очень помогает видосам продвигаться. Это, по идее, очевидная информация, но напоминать надо. Ровно так же надо напоминать, что живу я за счет моих замечательных патронов, которые донатят мне по 5 баксов в месяц, а за это получаю доступ в закрытый паблик, где уже скопился огромный архив фильмов, книг, музыки, клипов, всяких документалок, лекций и всего остального, что я нахожу на пределах этого нашего огромного, замечательного интернета. Спасибо большое всем, кто на него подписан. Также у меня супер охуительный инстаграм, супер охуительная группа ВК, просто невероятная. А вот сейчас я на этом замечательном море, уже завтра я отсюда уеду и буду записывать вам видосы из своей привычной хаты. На сим откланяюсь. А!